Если картины не видно, наше представление о Вселенной могут оказаться ложными. Черная материя, возможно, участвует в развитии и формировании Вселенной. Проблема в том, что большая часть структуры Вселенной невидима. Все, что мы знаем, это то, что космос, возможно, населен монстрами. Две звезды вращаются вокруг одного центра масс. Они испытывают взаимное гравитационное притяжение. Мы не видим гравитацию, но видим эффект. Гравитация черной материи задает вращение этой галактики. Ее вращение видно по смещению спектра согласно эффекту Доплера. Результаты показывают, что внешние части галактики вращаются намного быстрее, чем показывает видимая материя. Причина в черной материи. Возможно, скрытый ореол в 10 раз больше видимой части. Он и ускоряет галактику. Но черную материю не надо путать с темными облаками, покрывающими эту галактику. Эти облака просто пыль. Но материя, которую мы ищем, незаметно тянется за этими звездами. Она присутствует в этом скоплении галактик. Их взаимодействия предполагают в сотни раз больше материи, чем мы видим. Что такое черная материя? Мертвая звезда? Неудавшаяся звезда? Или черные дыры? А может, это необычные субатомные частицы? Это видимый космос, известный нам. Природа черной материи и ее роль в формировании Вселенной остается одной из величайших тайн космологии. Суперзвезда вытянула материю из меньшего соседа. Большая звезда погибла как сверхновая, а сосед выжил, продолжает вращаться и терять материю. Суперзвезда стала черной дырой. В привычном космосе мы бы увидели выжившую звезду, отдельно вращающуюся в пустом пространстве. Это подсказка, использованная астрономами для вычисления черных дыр. Это другая. Сама по себе невидимая. Черная дыра искажает свет и пространство, соприкасающиеся с ее краем. Она засасывает все, что оказывается рядом. Черная дыра — это разрушившаяся звезда такой плотности и гравитации, что ее пределов ничто не покидает. Чтобы сформировалась черная дыра, масса ядра взорвавшейся звезды должна быть как минимум в три раза больше массы Солнца. Представим нашу планету как черную дыру. Ее нужно сжать до 8 миллиметров. Она станет настолько плотной, что даже свет не вырвется наружу. Но свет может преломляться. Это помогает нам искать черную материю. Вот свет из далекого квазара летит к Земле. Поместим большой объект на его пути, и картинка исказится. Этим объектом может быть галактика с черной материей и ненормальным гравитационным полем. Гравитация создает своеобразные линзы. Она затягивает свет квазара, искажая и умножая его изображение. Картинка, получаемая на Земле, это четыре изображения квазара с галактикой посередине. Угол отклонения света показывает количество черной материи в галактике. Когда отражающий объект менее симметричный, он размывает свет. Голубые дуги — это далекие галактики, искаженные скоплениями на переднем плане. Но принцип тот же. Гравитационные линзы дают ученым возможность измерить черную материю. Млечный путь — это газовое кольцо, покрытое звездами, которые скапливаются в центре галактики. Кольцо имеет массу 30 тысяч солнц. Для многих астрономов эта воронка — свидетельство лишь одного. Притяжение гигантской черной дыры, похожей на гигантскую глотку, поглощающую миллионы солнц. Считается, что столкновение галактик порождает огромнейшие черные дыры. Как небесные танцоры, две галактики объединились. Огромнейшие черные дыры образуются, когда ядра галактик объединяются. Это Альфа-Центавра, объединение двух галактик, белой форме баскетбольного мяча и темной видимой с краю. Их общее сердце — это гигантская черная дыра. Она в тысячу раз массивнее дыры в Млечном Пути. Вот еще одна, просто большая. Огромные черные дыры окружены нарастающим диском. Он подвергается непреодолимой гравитации. Материя затягивается внутрь. Некоторое количество материи выбрасывается под прямым углом к диску. Она спасается на краю центральной воронки. Каждый час поглощается количество материи, равное четырем землям. Эта дыра не просто огромна. Ее масса составляет два с половиной миллиарда солнц. Это центр галактики Альфа-Дева. Большой столб материи выбрасывается в космос. Это Альфа-Дева с телескопа Хаббл. Струя легко видна. А это с наземного телескопа. Но наиболее удивительные черные дыры связаны с квазарами. Квазары зажигаются в центрах отдаленных галактик. Они такие горячие и яркие, что освещают собственные галактики. Квазары подпитываются голодными черными дырами, гигантами, поглощающими за час материю, эквивалентную шестистам планетам Земля. Это снимки Хаббла. Квазары среди самых ярких и мощных объектов во Вселенной. Альберт Эйнштейн, великий физик 20 века, предсказал многие свойства гигантских объектов. Его главная теория относительности объясняет, как тела не только прилавляют свет, но и искажают пространство вокруг. Наша Вселенная дрожит от гравитации, которую производят сверхгигантские объекты. Сильнее всего искажает пространство черная дыра. Она настолько преломляет пространство и свет, что мы даже не догадываемся, что происходит внутри. Может быть, это окно в другую часть космоса, или даже в другую Вселенную. Альберт Эйнштейн Альберт Эйнштейн Продолжение следует...